Кинокомпания Селзник Интернешнл и Фредрик Марч в фильме «Ничего святого». В ролях Чарльз Уиннингер, Уолтер Конноли, Сик Руман, Фрэнк Фэй, Трой Браун, Макси Розенблум, Маргарет Хэмилтон, Олин Хауленд. Музыка в исполнении оркестра «Квинтет» Реймонда Скотта. Оператор Говард Грин. Композитор Оскар Левант. Художник Лайл Уиллер. Автор сценария – Бен Хэкт. Все события персонажа этой истории вымышлены. Любое сходство с реальными людьми следует считать чисто случайно. Режиссер – Уильям Уэллман. Продюсер – Дэвид О. Селзник. Это Нью-Йорк, город небоскребов. Где прилизанные холыщи и всезнайки торгуют в разнос золотыми слитками. И где затоптанная правда, поднявшись с земли, выглядит еще больше ложью, чем фальшивый стеклянный глаз. Дамы и господа, когда редакция «Моринг Стар» собрала нас на этот банкет, я понял, что лишь двое из присутствующих смогут достойно представить великого человека, которого мы сегодня чествуем. Это либо ваш покорный слуга, либо звезда журналистики, мистер Уоллес Кук, мой добрый друг и выдающийся репортер. Ловлю на слове. Я хочу, чтобы мистер Кук сам рассказал вам о подвиге, который он совершил не только для «Моринг Стар», но и для всего человечества, заинтересовав нашего почетного гостя этим проектом. 27 музейных залов, посвященных науке и искусству. 27 экспозиций, которые будут носить одно имя – храм культуры «Моринг Стар». На каждый вложенный нами доллар наш уважаемый гость готов ответить десятью. Дамы и господа, мне выпала великая честь представить вам арабского принца с сердцем столь же необъятным, как и его кошелек. Итак, сказочный и всемогущий восточный владыка Султан Малсултан. Да пребудет с вами мир, друзья мои. Мир и все блага просвещения. Это он, мой муж. Мистификация столетия. Султан Моринг Стар оказался чистильщиком обуви. Султан в маскарадном костюме. Восточный владыка натирает ботинки до блеска. Итак, мой дорогой восточный владыка, я не буду настаивать на аресте. Я возьму тебя на работу уборщиком. Понятно? Спасибо, сэр. Я хочу, чтобы ты всегда присутствовал в редакции, чтобы мои репортеры и мистер Уолли Скук постоянно видели перед глазами «Живое предостережение против вранья». Слушай, сэр. Позвольте спросить, а мистер Кук останется репортером? Я бы не хотел, чтобы он потерял работу. Он был так добр ко мне. Мистер Кук не будет уволен, Ваше Величество. Но ради его собственного блага и ради блага Моринг Стар я избавлю мир живых от его присутствия. Редактор некрологов. Редактор субтитров А.Семкин Говорю тебе, Оливер, я не виноват. Эта жирная скотина надула и меня. Я верил каждому его слову, так же, как и ты. Оливер, либо ты забываешь эту историю с гарлемским принцем и нищим раз и навсегда, либо я сегодня же хлопаю дверью. У тебя контракт с нашим изданием еще на пять лет. Ты не можешь уйти, если только не хочешь на это время забыть о журналистской деятельности. Я понял. Но не будешь же ты пять лет кормить меня некрологами. Таковы были мои планы, мистер Кук. Хороша благодарность. Я твой лучший репортер. Я раздобыл тебе сотни сенсаций. Так не честно, Оливер. Это не по-человечески. Замолчи. Оливер, не хотелось бы тебе говорить, но газета пойдет ко дну, если я буду и дальше торчать в этом погребе. Вот, посмотри. Что это? Бедная провинциальная девушка, обреченная на смерть от отравления радием. Мы об этом писали. Писали? Ты стареешь, Оливер. Смотри, ты выделил этой Хейзл-флаг только шесть строчек. Бедняжке осталось жить всего несколько месяцев в глуши. Смерть смотрит ей в лицо. Что она чувствует? О чем думает? Ради разъедает ее кости. Не ори на меня. Послушай, Оливер, ее история заставит зарыдать даже истукана. Почему стар не ухватилась за нее, я тебе скажу. Потому что я сижу в погребе по какой-то твоей дурацкой прихоти. Слушай, Оливер, дай мне этот шанс. Я в лепешку разобьюсь, но искуплю свою вину. Меня нужно пристрелить за мои мысли. А что ты думаешь? Я думаю, что, может быть, ты не самый последний имбецил на Земле, и что, может быть, ты научился на своих ошибках. Так помоги мне, Оливер, уже утром я буду в Вермонте. Я сделаю для тебя репортаж, который всколыхнет весь Нью-Йорк. Ручаюсь. Я прошел через ад. Последние три недели я не мог появиться в кафе. Оркестр сразу начинал играть Дикси. Это просто совпадение. Все, я дал тебе добро. Поезжай и реабилитируй себя. Спасибо, ты не пожалеешь. Если я не вернусь с потрясающим материалом, можешь засунуть меня в чулан и сделать кладбищенским обозревателем. Варшава, штат Вермонт. Новое отравление радием. Ужас охватил Варшаву. Жители города спрашивают, кто следующий. Вы закончили? Да. Вы знаете эту девушку, Хейзл Флаг? Да. Красивая девушка, да? Да. Где она сейчас, в больнице? Нет. Просто гуляет по городу, смеется и радуется жизнью? Да. Вы что, знаете только два слова? Нет. Тогда почему так говорите? Как ваше имя? Бул. Мистер Бул, меня зовут Кук. Я из нью-йоркской газеты «Морнинг Стар». Думаю, я буду проводить много времени на вашем телеграфе. Это вряд ли. Почему? Город принадлежит часовой фабрике. Им не нужны скандалы. Здесь все делается по их слову. Можете сразу садиться в обратный поезд. А что за человек, доктор Донор? Он не станет с вами разговаривать. Никто не станет с вами говорить в этом городе, кроме меня. Езжайте кого лучше домой. Ну, если вы не против, я сперва немного прогуляюсь и полюбуюсь окрестностями. Я бы вообще не расколол рта, если бы знал, что это будет даром. Простите. Я забыл, что я в Дермонте. Доброе утро, сестра. Вы здесь за старшую? Да. Я уже час гуляю по вашему чудесному городу. Можно мне присесть? Разрешите? Нет. Кажется, вы меня плохо поняли. Нет. Вы знакомы с Хейзл Флаг? Да. Не знаете, где бы я мог сегодня ее найти? Вы газетчик из Нью-Йорка. Как вы угадали, сестра? Узнала по описанию. Уэлл Булл может болтать, сколько влезет, но ни я, ни кто другой в этом городе не будем иметь с вами дела. Эта лавка принадлежит часовой фабрике, и им не нужно, чтобы нью-йоркские любители скандалов здесь что-то разнюхивали. Ладно, сестра. Сколько я вам должен? Ну, вы поотнимали у меня время. Большое спасибо. Сожалею, что поднимал у вас столько времени. Извините. Субтитры сделал DimaTorzok. Доброе утро. Доктор Донор у себя? Да. Это его приемная? Да. Вы не скажете, что к нему пришел мистер Кук? Скажите сами. Доктор Донор? Да. Меня зовут Кук, я приехал из Нью-Йорка. Присядьте, я сейчас. Чудесный день. Да. Да. Что у вас, молодой человек? Сенная лихорадка? Нет, не лихорадка. Сейчас у многих сенная лихорадка. Мисс Джорджио Нэшер. Забрали только вчера. Вы ее знаете? Нет. Откуда вы говорите приехали? Из Нью-Йорка. Я хотел узнать, не поможете ли вы мне найти Хейзл Флаг? Из Нью-Йорка? Да. Знаете, что я думаю, молодой человек? Что вы газетчик? Я их чую. У меня нюх на них. Извините, я немного проветрю. Я вам скажу в двух словах, что я думаю о газетчиках. Даже рука Господа, проникающая в самые глубины зыбучих топий, не поднимет никого из них ни на дюйм. Такова степень их падения. Кажется, вы немного суровы в отношении людей моей профессии. Не очень, но слегка. Ничуть. У меня нет предрассудков, молодой человек. Но когда тебя грабят, обманывают и надувают 22 года, вполне позволительно сформировать мнение. Так значит, вы из Нью-Йорка? Да. Не знаете, случайно, такую газету «Монинг Стар»? Вы имеете честь, доктор Донор, общаться с наиболее выдающимся представителем этой газеты. Святые угодники! Вы из «Монинг Стар». Сидите на месте, не двигайтесь. Я покажу вам такое, от чего у вас кровь застанет в жилах. Послушайте, доктор, я уже немного устал от этой бесконечной суеты. Где я могу найти Хейзл Флаг? Нет, сэр, не заговаривайте мне зубы. Вот они, доказательства. Я обращаюсь к вам как к человеку науки, доктор Донор. Какой адрес у мисс Флаг? Не тратьте мое время, молодой человек. Вот, прочтите. Это копия письма, которое я написал. Читайте. Ну же. Услуга за услугой. Дайте мне ее адрес, и я всю ночь посвящу этим интересным документам. Я принял участие в конкурсе без малейших колебаний. Шесть величайших американцев. Я назвал их всех и доказал, почему именно они. И что было дальше? Я выиграл 10 тысяч долларов? Нет, сэр. Может, я выиграл 5 тысяч? Может, они хотя бы попытались сохранить лицо, присудив мне тысячедолларовый приз? Только не эта банда прохвостов. Вот что они мне прислали. Чек на один доллар, молодой человек. За 22 года. Доктор Донор, будьте благоразумны. Нельзя же копить обиду 22 года. Я буду копить ее, пока не умру. Вот увидите. 22 года назад у Монингстара был шанс завоевать мое уважение. Они предпочли оскорбить меня и унизить. Что ж, отлично. Пока я жив, я докажу им, кто были шесть величайших американцев и кто должен был получить первый приз. В дремучей Африке я бы и то добился большего. А вы знаете, кто получил эти 10 тысяч долларов? Жена редактора. Доброе утро. Доброе утро. Не надо сидеть с таким несчастным лицом, Хэйзел, будто вы на кладбище. Вам бы тоже было нехорошо, если бы вы знали, что в любую минуту умрете. Можете перестать изображать из себя умирающего лебедя. Судя по последним анализам, смерть вам не грозит, разве что на вас наедет машина. Только тогда. Что? То, что вы слышали. Я не люблю повторять дважды. Иннах, вы хотите сказать, что я не умру? Вы здоровы, как лошадь. И хватит на меня таращиться, а то я порежусь. Я сейчас заплачу, Иннах. Я не могу сдержаться. Ну-ну, перестаньте. В кабинете у врача так себя не ведут. И потом от мыльной пены у вас разболится живот. Иннах, вы спасли мне жизнь. Ерунда. Мой первый диагноз был ошибочным. Просто мне уже везде мерещится отравление радием. Я ведь была мужественной до сих пор, правда? Пожалуйста, скажите, что да. Что ж, Хейзл, теперь, когда все позади, я могу признаться, что мне было жаль вас. Простите. Это было нелёгкое испытание. Хотя, по правде, не знаю, чему я радуюсь, Иннах. Вы испортили мне поездку. Какую поездку, Хейзл? Я собиралась взять эти 200 долларов, которые дают на похороны, поехать в Нью-Йорк, промотать их там и умереть счастливой. И это ваша благодарность за то, что я вырвал вас из когтей смерти? Я сама не понимаю, счастлива я или нет. Всё так перемешалось. Послушайте, Иннах, а вы непременно должны сообщить на фабрику. Я знаю, это немного нечестно. Я бы с радостью хейзл, только я лишусь работы в ту же минуту, как они выяснят, что я солгал. И потом, всё-таки существует врачебная этика. Спасибо вам за беспокойство. Я ужасно вам благодарна. Просто это немного жутко, родиться дважды и оба раза в Варшаве. Мисс Флаг, простите, я Оли Скук из Нью-Йоркской газеты. Я приехал вас повидать. Понимаю, вам должно быть трудно говорить, но если вы только меня выслушаете... Мне уже нечего вам сказать. Слишком поздно. Я знаю, что вы чувствуете, мисс Флаг, но я не стану терзать вас вопросами о вашей болезни. Я только что видела доктора Донора, и он мне сказал... Пожалуйста, не плачьте. Пока я вас ждал, у меня родилась идея. Я хочу, чтобы вы поехали со мной в Нью-Йорк. Что? Я вас приглашаю. Я и Морлинг Стар. Только ничего не говорите, пока я не доскажу. Я молчу. Будь вы моей сестрой или близким человеком, я бы увёз отсюда вас живой или мёртвый, мисс Флаг. Я всегда мечтала повидать мир, прежде чем я. Вы прожили здесь всю жизнь? В два раза дольше. Вы никогда не бывали в Нью-Йорке? Бабушка брала меня однажды, когда мне было три года, но я ничего не помню. Слушайте, мы покажем вам город. Вы всюду побываете, вы проживёте в тысячу жизней больше, чем в этом замшелом городишке. Как это верно? Значит, договорились? Даже не знаю. Я ведь буду всем в тягость. В тягость? Каким образом? Нехорошо заставлять людей думать о плохом. Я буду отравлять другим существование. Скажу вам откровенно, даже если это прозвучит нехорошо, вы станете сенсацией. Весь город захочет прижать вас к сердцу. У вас будет всё, о чём вы мечтали, на серебряной тарелочке. Вы почувствуете себя Аладдином с волшебной лампой. То есть они будут любить меня за то, что я умираю? Это слишком жестокие слова. Нет, они полюбят вас, потому что вы станете символом мужества и героизма. Поговорим об этом в самолёте. В самолёте? Мы что, полетим туда? Разумеется, у нас мало времени. Я хотел сказать, что чем раньше мы доберёмся, тем больше у нас будет времени на развлечения. Знаете, я сама хотела туда ехать, я сберегла сто долларов. И за сто миллионов нельзя купить то, что подарит вам Морингстар. Идёмте. Подождите, я хочу взять его с собой. Кого, мальчика на велосипеде? Да нет, Иннах, а доктора-донора. Подождите здесь. Вы ведь не уйдёте? Нет. Я мигом. Так вы будете ждать? Да. Хорошо. Иннах! 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 Смотрите! Меня не интересует вид с этой точки. Но это же статуя свободы. Я её уже видел. Я связался с Оливером. Это мой редактор, Оливер Стоун. Он уже выплясывает в нетерпении, ожидая вас. Надеюсь, он хороший, как и вы. В нём есть своеобразное обаяние. Это смесь чёртова колеса с оборотнем, но у него доброе сердце, если суметь до него достучаться. Вы волнуетесь? Скажите мне. Нет, нет. Я просто надеюсь, что ко мне не выстроится длинная очередь из докторов пенсны. Я еду в Нью-Йорк не для того, чтобы быть морской свинкой. Все знают, что отравление ради мне излечимо, так зачем же тратить на это время? Не тревожьтесь. Вас никто не побеспокоит. Я не собираюсь укладываться в постель, пока у меня не начнутся конвульсии и не будут выпадать зубы. Вот тогда я стану волноваться. Да, да, Иннах? Не имею ничего против. Как себя чувствуете, матрос? Отлично, шкифпер. Ну, вот и Нью-Йорк во всей красе. Мистер Кук? Да. Спасибо. Это Оливер, почти не мой от счастья. Он организовал для вас торжественную встречу. Весь Нью-Йорк ляжет к вашим ногам. Будут звучать трели, играть оркестры, жужжать камеры. Ну, матрос, хотите что-то сказать прежде, чем все начнется? Меня ждет удивительное время. А все эти конвульсии, это потом. Сейчас я хочу наслаждаться жизнью. Да. Да. Но если это не выжмет из них слезу, то я не знаю, что. Слезу? Почему они должны плакать? Потому что вы самое мужественное дитя из всех живущих на свете. На этот раз никакого обмана. О, смотрите. Здравствуй, Хайзел. Смертельно больную девушку приветствуют в Нью-Йорке. Мэр вручает ей ключ от города. Из речи мэра Хайзел показывает нам новые высоты беспримерного мужества. Знаменитый поэт ищет вдохновение в обреченный Хайзел флаг. О, этот смех девичий на краю могилы. О, сердце, что поет у роковой черты. Приезжий поэт посвящает Хайзел флаг оду. Здесь сегодня пообедала мисс Хайзел флаг. Всевозможные виды сыров и колбас только у нас. Мэдисон-Сквер-Гарден. Бои без правил. Не возбуждайтесь слишком сильно, это все обман. Что вы сказали? Я говорю, не возбуждайтесь слишком сильно, это обман. Что обман? Эти борцы. Настоящий здесь только ринг. Ах, они. Это символ всего нашего города. Люди, которые притворяются, что они дерутся, любят, плачут, смеются, все они лгуны. И я возглавляю список. Не говорите так. Использовать вас, чтобы получить место на первой полосе, наживаться на вашем хрупком, снедаемом недугом теле, я еще хуже, чем эти прохиндяи. Мне сегодня очень хорошо, Олли. Вы и Моннинг Старк были так добры ко мне. Эти волшебные платья, банкеты, театр. Это было просто чудесно. Не смотрите на меня такими благодарными глазами. Это разбивает мое сердце. Моннинг Старк. Вы целы? Да, да, все в порядке. Дамы и господа, я только что узнал, что в нашем зале присутствует мисс Хэйзелфлаг. Я хотел бы попросить почтеннейшую публику отдать дань этой удивительной девушке десятью секундами тишины. Прошу вас. Давайте, ребята. Это не помешает вам управлять яхтой, если я задам личные вопросы? Мы здесь для того, чтобы стать поближе. Задавайте. У нас заваливается мачта, потяните штаг. Вон ту штуку? Да, мой маленький матрос, да. Постарайтесь не упасть за борт. Я спрашивала нескольких людей, но они не знают. Не знают чего? Женаты ли вы? Ответ большими буквами – нет. Нет? Нет. Понятно. Наверное, газетчики вообще не женятся. Не раньше, чем проработают 14-15 лет. Это опасный возраст для журналиста. Его идеалы еще не сформировались, и он становится легкой добычей зрелых официанток. А когда его лучшая сторона рождается, он ждет. Чего? Звук опожарной сирены, мисс Флаг. Он ждет, чтобы поспешить на пожар. Что это за пожар, мистер Кук? Любовь. Мы в Варшаве о ней слышали. Да, слухами земля полнится. Казино Модерн. Вечер в честь Хейзл Флаг. Красотки со всего света. Вам весело? Да, но, знаете, я немного подавлена. Вчера, когда я вошла в театр, все прямо вздохнули. Я, наверное, для них как ходячая холера. Сейчас же прекратите. Раньше я любил, когда Нью-Йорк сходил с ума из-за какой-нибудь знаменитости. Танцуя на улицах, озаряя свои сердца неоновыми огнями. Но я уже устал от фальшивых слез и притворной скорби из-за вас. Я рада, что они фальшивые. Так даже к лучшему. Мне бы не хотелось чувствовать, что я заставляю всех этих людей страдать по-настоящему. Уолли, Уолли, посмотрите на того человека в парике. Приветствую, приветствую вас, мои дорогие друзья. Сегодня среди нас находится та, что привносит нотку жизненной драмы в наш маленький мир развлечений. Она сидит здесь, ее глаза блестят, а лицо сияет радостью. Она жадно впитывает звуки веселья и льющийся на нее сверкающий дождь удовольствия. Так давайте же пить вино, смеяться и аплодировать, пока это юное, обреченное дитя посылает вам свой привет. Свой прощальный привет с благодарной улыбкой на устах. Итак, представление начинается, мои маленькие актеры. Представление начинается. И сегодня вы не звезды Бродвея. Сегодня вы просто хористы, которые будут смеяться, танцевать и радовать взор, чтобы подарить последний краткий миг и веселье самой скромной и милой из американских героинь, мисс Хейзл Флаг. Мисс Хейзл Флаг. Веселье – это хорошо. Главное, вовремя очнуться. Пожалуйста, не говорите о делах. Наш следующий номер, дамы и господа, называется «Героини истории». Екатерина Великая, которая спасла Россию. И это действительно так. Леди Гадива, которая спасла свое целомудрие. Вот как это было. Катринка, которая спасла Голландию, заткнув пальчиком течь в плотине. Покажи им свой пальчик, малышка. Покахонтас, которая спасла капитана Джона Смита, а позже помогла ему разбогатеть и на микстуре от кашля. А теперь, дамы и господа, я хочу вам представить эту юную девушку из Варшавы, штат Вермонт. Этого маленького солдата, чья героическая улыбка перед ликом смерти исторгает слезы из каменного сердца нашего города. Я покорнейше прошу ее занять принадлежащие ей место среди величайших героинь истории. Наша собственная героиня – мисс Хейзел Флаг. КОНЕЦ КОНЕЦ Мать-Земля салютует Хейзел Флаг. Смотрите, с Хейзел что-то случилось. Пропустите, молодой человек. Бьется? Доктор, я хочу знать самое худшее. Не щадите наши чувства. Через 15 минут мы выйдем к прессе. Ну что, доктор? Я ожидал чего-то подобного. Надо унести ее отсюда. Скорее. Пожалуйста, занимайте свои места. Прошу вас, тише, тише, рассаживайтесь. Никакой паники. Представление продолжается. Так желала бы сама Хейзел. Хейзел падает в обморок. Вы меня ужасаете, Хейзел. Напиться посреди вечера в вашу честь. Немедленно ложитесь, как я вам сказал. Я не больна. Я лишь чуточку пригубила, а потом через меня скакали все эти буйволы. Это не буйволы, это лошади. Меня могли затоптать до смерти. Хватит реветь. Вот если бы сейчас вас кто-нибудь увидел хорошенькое, было бы дело. Стыдно? Снимайте чулки. Снимайте сами, если хотите. Утром, светлым утром. Эй, что вы делаете? Если что-то случится, придется отзывать тираж. Это все, что тебя заботит безмозглый осел с печатным станком вместо сердца. Несчастная нежная девушка стояла посреди этого гогочущего табуна и улыбалась. Просто улыбалась. Сбереги пафос для читателей, Уоллис. Оливер, это самое доброе и очаровательное дитя на свете. Да, ты уже это говорил, Уолли. С меня хватит. Я больше не могу разыгрывать траурную церемонию. Я ухожу. С ней все в порядке, джентльмены. Спит как дитя. Вы уверены? Будто ничего и не случилось. Утром она будет в абсолютно добром здравии. Утром, а советлым утром. Мисс Раферти, мисс Раферти. Пусть они перестанут звонить, у меня голова раскалывается. Слушаю, я не хочу ни с кем говорить. Одну минутку. Там внизу дети, школьники. Они пришли, чтобы спеть для вас. Об этом вчера договорился мистер Стоун. Это ужасно, я с ума сойду. Ладно, зовите их. Пусть поднимаются, сэр. У меня будто лесопилка в голове. Можете быть свободными, мисс Раферти. Я вам кое-что принес. Сырые яйца. Это именно то, что вам нужно. Сырой белок нейтрализует алкоголь. Вот, выпейте. Это успокоит желудок. Давайте. У меня их целая дюжина. Вот так себя чувствует пьяница, да? Хейзл, ваше нынешнее состояние называется похмелье. То, что у меня ещё хуже, это называется совесть. Выпейте яйцо, это успокоит и совесть. Я гублю его. Давайте посмотрим ваш пульс, Хейзл. Отстаньте от меня, у меня нормальный пульс. Я здорова, как бык. Тогда прекратите стоны. Вы не знаете, из-за чего эти стоны. Как я хочу, чтобы у меня действительно была какая-нибудь смертельная болезнь. Тогда я его не погублю. Кого это вы губите, Хейзл? У Оли. Мистера Кукол. Ах, его. Возьмите ещё яйцо. Иннах, он думает, что я помогу ему стать великим журналистом, и тогда его повысят. Мистер Стоун даст ему премию. Видимо, из тех десяти тысяч, что они задолжали мне. Если я не жалуюсь, то с чего бы ему? Он думает, что делает карьеру за мой счёт, и это его мучает. Я не могу этого вынести. Знаете, что будет, когда узнают, что я всего лишь жалкая обманщица? Во всём обвинят его. Да-да, люди просто сожгут эту газету, а у Оли мэр прикажет линчевать. Вот увидите. Ой, Иннах, зачем вы позволили мне ехать в Нью-Йорк? Мисс Флак, к вам мистер Кук. Вы в состоянии с ним разговаривать? О, да. Пусть. Пусть войдёт. Заходите. Здравствуйте. Доброе утро, Хайзл. Доброе утро. Доброе утро, доктор. Ничего, если я немного побуду с ней. Она отлично держится последние несколько недель. Рад это слышать, Хайзл. Я... Мы очень волновались. Простите. Я бы вас не побеспокоил, но я уезжаю, и, возможно, мы больше не увидимся. Уезжайте? Куда? Недалеко. В Олбанне. Зачем? Мне нужно встретиться с губернатором. Олес, какие у вас дела в Олбанне с губернатором? Хайзл, вам нельзя переутомляться. Но если это касается меня, я должна знать. Это касается... приготовлений, Хайзл. Каких? К похоронам. Каким похоронам? Вашим. Я вас расстроил? Да нет, у всех когда-то будут похороны. Но не такие, как у вас, дорогая. Я хотел, чтобы это осталось сюрпризом. Нет, лучше расскажите мне заранее, чтобы я была готова. Надеюсь, это будут скромные похороны. Нет, Хайзл, боюсь, что это невозможно. На сегодняшний момент у нас в списках 40 тысяч автомобилей и огромное количество желающих добраться своим ходом. Всего около полумиллиона человек. О, Боже. Это ничтожно мало, когда речь идет о вас. Оливер рассчитывал пригласить президента, но он все еще на рыбалке. Вместо этого я договорился с симфоническим оркестром. Если вы обо всем договорились, зачем ехать в Олбанне? Сегодня утром у меня появилась идея. Я хочу, чтобы губернатор учредил всенародный праздник в вашу честь. Что-то вроде Дня Святого Валентина? Я рад, что сказал вам. Хайзл, я хочу, чтобы вы знали сегодня и всегда, я восхищаюсь вами. Пожалуйста, не говорите так. Вам действительно нужно уезжать? Я вернусь уже к ночи. У меня для вас есть еще один сюрприз, но я пока не скажу. Нет, я должна слышать. Хорошо. Я обещал вам этого не делать. Чего не делать? Не звать других докторов. Хайзл, я знаю, как вы верите Иноху, но я нарушил обещание. Сегодня днем на пароходе прибывает доктор Эмиль Эггельхофер, профессор из Вены, и я приглашу его к вам. Зачем? Хайзл, он величайший в мире специалист по отравлению радием. Я знаю, что это неизлечимо, но когда я услышал, что он плывет сюда, сразу же дал телеграмму. Всегда есть какой-то шанс, пусть даже один на миллион. Простите, мне нужно бежать на десятичасовой поезд. Хайзл, я знаю, что это трудно, но мы должны надеяться. До свидания. До свидания. О, простите. Дети уже пришли, Хайзл. Какие дети? Они хотят тебе спеть. Инох, мы пропали. Что? Не задавайте вопросов, просто слушайте. Скоро сюда приедет доктор Эггельхофер, который разблочит меня и Оли. Вам нечего бояться, ни один доктор не появится поблизости. Выпейте еще одно яичко. Прошу вас. У нас есть только один выход, только один, чтобы спасти меня и Оли, и вас. Я должна совершить самоубийство, прежде чем я вице-профессор. Я утоплюсь. Что за вздор вы несете? Замолчите. Я оставлю записку, где поблагодарю город и всех-всех. Вечером вы спровадите медсестру, а я брошусь в реку. Наверняка это кто-то заметит, а вы будете ждать в лодке, чтобы меня вытащить. Я проплыву под водой, потом сменю имя и буду прятаться до конца своих дней. Никто никогда меня больше не увидит. Мои похороны пройдут без меня. Лизлфлаг, поем мы громко. Жить осталось ей недолго. Только знай, что до конца в наших ты живешь сердцах. Мои похороны пройдут без меня. Мои похороны пройдут без меня. Девушки отдыхают Какие цветы ты любишь? Не волнуйся, милая, они все по одной цене. Я беру оптом. Скоро буду, любимая. Девушки отдыхают Кто совершил самоубийство? Читай, что там написано. Дорогой Нью-Йорк, прощай. Запомни меня как человека, которого ты сделал счастливым. Здесь я окунулась во все радости жизни. Лишь одно, во что мне осталось окунуться, это твоя прекрасная река, которая улыбается у меня под окном. Легко умирать, когда твое сердце исполнено благодарности. Хейзл Флаг Привет, Оливер. С праздником все улажно, губернатор разрешил. Проклятие, она нас надула. Кто? Мисс Флаг? Связалась с другой газетой? Бросилась в реку? Слушай, безмозглый крот, что ты пытаешься мне сказать? Хейзл Флаг совершила самоубийство. Я не верю. Твой султан нашел ее предсмертную записку. Он видел, как она вышла из отеля пять минут назад. Сейчас же соедините меня с мэром. Звони к губернатору, пусть назначат праздник на завтра. Вы с губернатором отличная парочка гробокопателей. Это мэр? Говорит Олис Кук из Морингстара. Раз, два, три. Иннах! Иннах! Все в порядке, Хейзл, я здесь. Раз, два... Хейзл, остановитесь. Не надо. Стойте. Отойдите оттуда. Да вот глупое, что за бес в вас вселился. Что вы хотите делать? Оли, с вами все в порядке? Да, все в порядке. Только я не умею плавать. Оли! Да. Хватайтесь за меня, я умею. Хорошенькую же штуку вы хотели выкинуть. Почему вы не остались в Олбани? Бросаться в воду, от чертя голову. Я не бросалась, меня столкнули. Перепугали всех до смерти. Я не хотела. Слушайте, либо вы сейчас же даете слово, что это больше не повторится, либо я вас... Оли, а их не надо предупредить, что вы меня нашли. Они же из бороздят всю реку. Ничего, свежий воздух им полезен. Идемте, я хочу с вами поговорить. Куда? Это место не хуже любого другого. Полезайте. А здесь ужасно уютно, правда? Вы еще сердитесь на меня? Я сержусь на себя. Это я вас довел до такого своими дурацкими рассказами о похоронах. Нет, Оли, дело совсем не в этом. Дорогой, я хотела бы сидеть здесь с тобой до конца своей жизни. Хейзл, ты выйдешь за меня замуж? Что? Что слышала? Ты выйдешь за меня замуж? О, Оли. Отвечай же. Но, дорогой, у нас нет будущего. Не говори как полоумная. Мне плевать на будущее. О, Оли, если бы все было хорошо, я бы... Дорогой, не спрашивай меня, просто поцелуй еще раз и оставим это, чтобы не портить твою жизнь. Отчего нам вообще стоит ждать от жизни? Несколько часов безудержного счастья – это все, что получают даже самые отчаянные везунчики. Всего несколько часов, которые мы бережно лелеем в памяти. Я буду с тобой у последней черты, матрос. Я буду махать тебя оттуда рукой на прощание. Это все равно, как если бы мы с тобой жили вечно. Ты будешь становиться старше в моем сердце. Вы не видели юную леди, которая прыгнула в реку? Да, она здесь. Хорошо. Давайте помпу. Не надо помпу, она отлично дышит. Вы не отвезете нас в ее отель? Конечно, залезайте. Черт побери. Спасибо. На здоровье. Спасибо. На здоровье. На здоровье. Кажется, я наконец-то прокачусь на пожарной машине. Да. Черт побери. Едем. 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 Черт побери. После того, как ты пыталась удрать, у Ольвера весь, как на иголках. Знаешь, я был к нему несправедлив. Когда я ему сказал, что ты цела и невредима, у него перехватило дух. Он минуту не мог вымолвить ни слова. Он очень мил. Ну, до завтра. Выспись как следует. Доброй ночи. Постой. Если ты вдруг когда-нибудь меня возненавидишь, помни вот это и это. Это самый большой пожар со времен Рима. Так, так, так. Здравствуйте, Хейзл. Заходите. А я-то думал, что с вами приключилось. Инна, кто этот человек? Кто он? А, это приезжий из Европы. Зашел немного поболтать. Мы с ним обсуждали медицинские проблемы. Простите. Я хочу вас представить Хейзл Флаг. Мистер... Как вы сказали ваше имя? Эгельхофер. Доктор Эмиль Эгельхофер. Доктор Хофельгер. Кажется, доктор... Я вас уже где-то слышал. Инна, сядьте. Мисс Флаг, на пароходе я получил от Морингстар телеграмму, вызвавшую у меня профессиональный и человеческий интерес. Я сразу же явился к вам. Это должны быть мои коллеги. Прошу вас, господа. Это юная леди, мисс Хейзл Флаг. Доктор Освальд Хунч из Праги. Доктор Феликс Марачевский из Москвы. Доктор Фридрих Кирценвайцер из Берлина. Это выпь на болоте, так жалобно плачет. У мисс Флаг нет никаких следов, никаких признаков, ни малейших симптомов отравления ради, мистер Стоун. Нам несколько мешал этот ее коновал из Вермонта, но... Мы все равно сделали рентгеновские снимки. Вы уверены, что обследовали именно ее, а не какую-нибудь... самозванку? В данном случае единственная самозванка, мистер Стоун, это та юная леди, которую мы обследовали. Молодая женщина, известная как Хейзл Флаг. Вот полные данные нашего обследования. Это рентгеновские снимки, на которых виден весь скелет молодой женщины, известной как Хейзл Флаг. А это мистер Стоун, мой счет. Наш счет. Заверяю вас, что ни я, ни мои коллеги ни единым словом не обмолвятся об этом в газетах. Всего доброго. Вам совершенно не о чем беспокоиться, мистер Стоун. Ваши тревоги позади. Пришлите мне четырех грузчиков из отдела распространения. У меня для тебя новость касательно Хейзл Флаг, от которой твоя кислая мина расцветает фиалками. Сядь покрепче и слушай ушами. Мисс Флаг сегодня выходит замуж. Пожелай мне счастья, старый осел, потому что ее жених — я. Слушай, я знаю, это звучит глупо, жениться на женщине, которой осталось всего несколько недель, эдакий медовый месяц с бомбой под дверью. Но, Оливер, я все решил. Что с тобой? Я хочу сделать тебя своим шафером. У тебя что-то болит? Я пришел за поздравлениями, в чем дело? Что тебя грызет? Я сейчас сижу здесь, мистер Кук, пытаясь изобрести способ выбраться из величайшей катастрофы, которая обрушивалась на голову невинного человека со времен Иуды Искариота. Что ты там бормочешь? Какая катастрофа? Я сижу здесь, мистер Кук, мечтая о том, как я вырву твое сердце и нафарширую, как оливку. Спокойно, Оливер, ты что-то не в себе. Я принесу воды. Ты погубил меня, ты погубил Монинг Стар. Ты навеки запятнал честное имя журналиста. Ты и эта ошибка природы Хейзл Флаг. За такие слова придется ответить, Оливер. Я требую извинений. Извинений? Посмотри, посмотри на этот скелет. Ни одной недостающей косточки, все на месте до последнего позвонка. Вот, очки. Засунь свой нос. Это твоя Хейзл Флаг, авантюристка столетия, гнусная притворщица с душой угря и мозгами тарантула. Так значит, она совершенно здорова. Боже правый, мне просто не верится. Это же чудо. Немедленно отправляйтесь в отель Уолдорф. Хватайте Хейзл Флаг и волоките сюда, даже если придется тащить ее по улице за волосы. Оливер, если ты хоть пальцами тронешь, тебе не сдобровать. Оставайся здесь и следи за этим маньяком. Наблюдай каждый шаг, чтобы через полчаса Хейзл Флаг была в моем кабинете. А ты сиди здесь. Оливер, ты не причинишь ей вреда. Молчать! Я женюсь на ней. Вбей это в свой обезьяний череп. Плевать, что с нами будет. Что она сделала? Я ее люблю. Волшебная мысль. Я благодарю Бога на коленях, что она лгуни и не умрет. Ты благодаришь Бога на коленях в то время, как весь город готов смеяться над нами? Их гогот разнесется по всей вселенной. Пусть смеются, я посмеюсь потом. Это будет почище французской революции. Надеюсь, я буду здесь, когда она разразится. Я хочу обратиться с речью к нашим дорогим читателям, прежде чем они насадят наши головы на колья. Я им скажу, что мы выступили как их благодетели. Мы дали им шанс притвориться, что их фальшивые сердца сочились молоком человечности и доброты. Как твое имя? Мое. Макс. Макс, мне нужна здесь тишина. Тишина, чтобы я мог подумать. Ты называешь ее авантюристкой? Хватай его! Хорошо, только не забывай, что она для тебя была лишь средством поднять тираж. Ты использовал ее, как и все разбитые сердца, что попадали в твои сети, чтобы растормошить безучастную толпу и заставить покупать твои газеты. Ну, хватит о продаже газет. Прежде чем я покончу с этим Дракулой в женском обличье, она твердо зарубит себе на носу одно. Оливер Стоун в тысячу раз хуже, чем любое отравление радием. Да, кто это? Мо? Какой Мо? Кто такой Мо Левинский? Это мой брат, вы послали его к той девушке, помните? Мо, послушай. Что? Что такое? Чего вы копаетесь? Хватайте ее и тащите сюда, как я сказал. Выплюнь кашу изо рта и говори громче. Он малость придурковат, мистер Стоун. Дайте лучше я с ним поговорю. Он как только занервничает, пиши пропало. Привет, Мо, это Макс. Ну? Что там у тебя? Вот это да. В чем дело? Сейчас, сейчас. Продолжай, Мо, и не волнуйся так. Не может быть. Послушай, Мо, не вешай трубочку, я переговорю с мистером Стоуном. Ну? Он спрашивает, где можно найти врача. Эта девушка больна. Кто больна? Эта девушка, Хайзел Флаг. Вранье. Послушай, Макс, спроси его, чем она больна. Он уже сказал. Говорит что-то вроде белой горячки, только он не может выговорить. Там рядом есть медсестра? Минутку. Мо. Слышишь, Мо? Это Макс, твой брат. Макс. Его уже потряхивает. Не сползай с катушек, Мо. Скажи мне только одно, там есть медсестра? Да нет, не сестра, медсестра. Ну такая, в белом все. Вот, точно. Да. Дай мне трубку. Сейчас, сейчас. Я говорю, дай трубку. Вот ваша медсестра. Мисс Раферти, это Оливер Стоун. Пневмония? Она притворяется. Температура 41? Умирает? Идите и измерьте еще раз. Я не доверяю этой девушке, пока не будет врача. Нет, только не доктор Донор. Велите, Мо, вышвырнуть этого вермонтского шарлатана из номера в ту же секунду, как он появится. Дайте мне, Мо. Пневмония. Это дар Господний, если это правда. Слушай, Мо, не выпускай никого из номера, пока я не приеду. Ни живой, ни мертвый, никто оттуда не выйдет. Ты понял? Меня будто помиловали на виселице, но на этот раз я никому не доверяю. Это слишком рискованно. Пожалуйста, соедините меня с доктором Эмилием Эгельхофером из Вены, где бы он ни был. Ищите во всех отелях. Послушай, Оливер, я еду туда, и если ты попытаешься мне помешать, то да поможет тебе Бог в последующей жизни. Никто не собирается тебе мешать. Если девушка больна, то твое место у ее постели. Да, доктор Эмиль Эгельхофер из Вены. Поищите в центральной клинике. В пивном ресторане Шульца. Нет, я не хочу увидеть мэра. Уберите отсюда мэра. Я хочу увидеть Оли. Оли, ты где? Хватит вешать лапшу, у нас мало времени. Оли, Оли, я вся горю. Прикрой рот и послушай меня. Через 10-15 минут здесь будет Эгельхофер. Эгельхофер, доктор Эмиль Эгельхофер из Вены. Я понял, что ты притворяешься, как только... Оля, меня арестуют, я не могла сбежать. Я положила градусник под бочок с горячей водой и закатила истерику. Оля, ты меня ненавидишь, я знаю, я же говорила тебе. Не будем сейчас об этом. Оля, он снова меня разоблачит, это ужасно. Подними голову и слушай меня. Ты меня ненавидишь? Помолчи, где горячая вода? Вон там. Как будто я не знал. У тебя два градусника? Три, у меня три. Двух будет достаточно. Ты никогда меня не простишь за то, что я сделала. Оли, я хочу умереть, правда. Я не хочу больше жить ни минуты. Наверное, приятно было делать из меня главного дурака в мире. Где другой градусник? Олис Кук, король Олухов, натуральный золотой осёл. Но я не хотела, правда. Ладно, замолчи и слушай меня, идиот, а только слушай внимательно. Сюда едет Эггельхофер. Со своей бандой? С какой бандой? Он притащил целую толпу профессоров с микроскопами, стетоскопами. Я погибла. Я сдаюсь. Вылезай из постели. Нет, пусть меня арестуют и посадят в тюрьму. Ты не будешь меня так ненавидеть, если я окажусь за решёткой. Слушай, мой умирающий лебедь, сейчас не время бросать притворство. У тебя должна быть пневмония высшего качества. Ты хочешь, чтобы я постояла перед окном и простудилась? Нет, это слишком долго. Нужно, чтобы твой пульс взлетел до небес. Через пять минут она должна стонать, хрипеть и покрываться испариной. Как? Так. Драться. Мы будем драться. Ну, давай, Делайла, вставай на ноги. Я не могу. Враньё так ужасно изматывает. Снимай свой пузырь со льдом и дерись. А какой смысл? Зачем дурачить их дальше? Потому что я тебя люблю. Потому что я хочу на тебе жениться. И не собираюсь проводить минувый месяц, бродя вокруг Синг-Синга и посылая воздушные поцелуи через заграду. Ну всё, хватит валяться. Ты должна обливаться потом. Давай, врежь мне, аферистка. Ну же. Врежь. Кто аферистка? Это вы, аферисты с вашей газетой. Отлично, детка. Ну давай, шевелись, глупая курица. Я тебя убью. Тоска от меня повсюду, будто я призовая свинья с голубой лентой. Никаких голубых лент, девочка. Только большой жёлтый знак с надписью «Фальшивка». Это я фальшивка? Я фальшивка? Кто же тогда ты, этот надутый Санта-Клаус, Оливер Стоун, который лил крокодиловые слёзы? Это тебе за героиней истории. А это тебе за тётушку Мэри? Ну давай, двигайся, моя маленькая лгунья. Я никогда тебя не прощу, никогда. Я тебя ненавижу. Ненавижу. Пусти меня. Ненавижу. У тебя есть масса причин меня ненавидеть. Я собираюсь мстить тебе за твое враньё ближайшие лет пятьдесят. Каждая твоя ложь выйдет тебе боком. Я буду гулять, врать и заводить интрижки до самой золотой свадьбы. Дай мне врезать тебе хотя бы разок. Ладно, давай. Ещё. Продолжай, хорошо. Быстрее, быстрее, не останавливайся. Быстрее, ещё быстрее. Давай, лучше замах, ещё. Ну, что с тобой? Продолжай. У меня голова кружится. Да, это хорошо. Теперь слушай меня внимательно. Когда ты очухаешься, я хочу, чтобы ты помнила, что я скажу. Что значит очухаюсь? Я имел в виду, когда ты придёшь в себя. Я хочу, чтобы ты подменила градусники. Горячий засунь в рот. Поняла? Да, ну да, мне тебя ударить хотя бы разочек. Только разочек в челюсть, а потом будь, что будет. Давай. Это лифт, они уже идут. Не забудь про градусник. Хорошо. А теперь скажи папочке спокойной ночи. Что ты собираешься делать? Что ты собираешься делать? Всё, что ты собираешься делать? Ты отлично провёл бой, Уолли. Хочешь сказать, что ты всё видел? С самого начала, мистер Кок. То есть ты спокойно стоял и смотрел, как я избиваю беззащитную женщину? Именно так, мистер Кок. И ты не вступился? Не вступился? У тебя, наверное, помутнение рассудка. Ты сам её ударил. Это другое дело. Я её люблю. Воды. 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 Я вся горю, мне жарко. Можешь остыть, Хейзел, потому что концерт окончен. Что? Концерт окончен. Ты хочешь сказать, что всё это было напрасно? Мне очень жаль. Решили надуть Оливера Стоуна? Я чую обман за... Но хоть ты не встревай. Уолли. Да, дорогая. Уолли, я не хотела, я не думала. Я люблю тебя. Мисс Флаг, знаете ли вы, что такое традиции Великой Газеты? Понимаете ли вы, что значит высоко нести знамя журналистики? От главного редактора до последнего курьера. Весь жизненный пульс газеты, мисс Флаг. Это честность и порядочность. Я прохолю? Слово в слово. Я написал тебе эту речь 10 лет назад для конференции в Каливлинге. Помнишь? Вы оба можете говорить всё, что хотите. Я уже решила. И что же? Я ухожу. Что значит «я ухожу»? Я во всём признаюсь. Вернусь в Варшаву. Там меня любят. Там меня не колотят с червясь и не сталкивают в реку. Но вы не можете признаться. Вы понимаете, что там собрались самые почётные жители города? Все они явились сюда по специальному приглашению Молнинг Стар. И зачем же? Чтобы передать жителям Нью-Йорка, людям всего мира, ваши последние слова. Понимаете? Например. Сейчас не время для сарказма, Волли. Ты меня в это втянул, так и вытягивай, шевели мозгами. Мои уже не работают. Где этот доктор Донор? Где этот врачеватель Проныр? Он немного покутил. Жаль. Можно было бы его скормить волкам. Вот, когда он нужен, его никогда нет. У меня есть идея. Похороним её по-индийски. Как делают йоги. Просунем ей трубочку, чтобы она могла дышать, а на следующее утро выкопаем целёхонькую. Сам закапывайся. Выпустите меня. Останови её, останови. Я притворщица лгунья. Я не умираю и не собиралась умирать. У меня не было никакого отравления ради. Я вообще не больна. Я хотела поехать в Нью-Йорк и поехала. А теперь и вы, и Нью-Йорк, можете катиться к чертям собачьим. Мистер Стоун, это правда. Да. Но это ужасно, ужасно. Я принял всё близко к сердцу. Я выделил средства из городского бюджета. Я дал ей ключ от города. И выборы уже на носу. Вот ваш ключ, он мне больше не нужен. Мисс Флаг, я представляю сто тысяч юных матрон. Мы изменили весь учебный курс с угрозой коммунизма на подвижничество Хэйзел Флаг. Мисс Флаг, общество подруги Леса, учредила отряд имени Хэйзел Флаг, где я являюсь старшим егерем. В него записалось уже четыре тысячи человек. Если вы и дальше будете бравировать своим воскрешением в столь отвратительной манере, деревья Америки останутся без подружек. Дамы и господа, Монингстар не может олишить веры своих читателей. Всё это следует сохранить в тайне. Ах, оставьте меня! Я уже действительно хочу умереть! Уйди куда-нибудь далеко и умереть в одиночестве, как слон! Хэйзел исчезла. Дорогой Нью-Йорк, мы с тобой от души повеселились вместе, ты и я. Но даже самое лучшее когда-нибудь заканчивается, и я ухожу, чтобы встретить свой печальный миг одна, как слон. Искренне твоя, Хэйзел. Радиограмма. Мистеру Куку на судно Южный Крест. Похороны Хэйзел прошли сегодня с большим успехом. Стоун. Вы довольны, мистер Кук? Я счастлив, миссис Кук. Я знаю, что вы хотите сказать. Вы думаете, что я Хэйзел Флаг? Я уже устала от того, что люди принимают меня за эту притворщицу. Притворщицу? Юная леди, как вы смеете называть Хэйзел Флаг притворщицей? Как вы смеете поручить память одной из самых отважных девушек всех времен? Несмотря на таких, как вы, мир никогда не забудет Хэйзел Флаг. Этого я и опасаюсь. Не бойся, детка. Еще пара месяцев, и они не вспомнят, как тебя звали. Найдут себе другого слона. Оля, ты забывай, что меня знал и любил весь Нью-Йорк. Меня любили за мужество, за мою улыбку перед лицом. В конце концов, я была очень важная персона. Лишь пузырек в котле Манхэттена. Они уже стали проявлять нетерпение, в виде как ты затягиваешь свою кончину. Вранье, и ты это знаешь. Почему сейчас миллионы людей плачут, лишь подумав обо мне? Почему бы тебе не взглянуть на себя трезво, Хэйзел? Ты была для них очередной диковинкой, вроде женщины с бородой. Сейчас же извинись, или я... Хэйзел! Хэйзел! Да, Иннах, что случилось? Хэйзел! Хэйзел! Бегите! Спасайтесь! Отель затопило! Затопило! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...